доброго времени суток мои дорогие подписчики и гости моего канала с вами канал энергия таро это значит что сегодня нас с вами ждет очередной расклад расклад наш сегодняшний будет про елену блиновскую елена блиновская самый обсуждаемый на сегодняшний день блогер и предприниматель автор марафона желаний благодаря которому только за три года она заработала 6 миллиардов рублей на днях елена задержали она хотела скрыться и уехать из страны так как налоги которые она якобы задолжала государству в общей сложности составляет почти миллиард рублей там что-то в районе 900 тысяч 900 миллионов 918 миллионов если я не ошибаюсь до попадет ли блиновская под раздачу посадить ли блиновскую в чем феномен вообще данной личности данной фигуры мы сегодня узнаем с вами на картах безумной луны патрика валенша и перед тем как мы начнем я прошу поддержать это видео лайком это очень помогает мне в развитии канала также если вы еще не подписались то предлагаю это сделать прямо сейчас нажмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео ссылки на мои социальные сети в описании для начала прежде чем мы начнем сам расклад я как обычно вытяну сигнификатор человека это его настроение и то как он сам воспринимает окружающую себя действительность то как он сам себя идентифицирует и конечно же кем на самом деле человек является то бишь его характеристику личности всего две карты нам нужно с вами и так здравствуйте карты покажите мне пожалуйста сигнификатор елена блиновской сигнификатор это настроение умозаключение эмоциональный фон то как она сама себя чувствует и преподносит вообще окружающим возможно то что она думает про себя про свою жизнь про общество которое ее окружает покажите нам пожалуйста и сигнификатор елена блиновской сигнификатор елены блиновской ее настроение четверка жезлов такое ощущение что с кем-то договариваются по настроению она с кем-то уже договорилась такое ощущение что примеряются либо внутри нее две стороны мужская и женская либо она как женщина примеряются с кем-то то есть заключает договор с каким-то мужчиной такое ощущение что на данный момент времени либо она разговаривает с кем-то по телефону либо она вот так вот контактирует с каким-то мужчиной причем елена представлена здесь у нас правой стороной правая сторона у нас за что отвечает за мужскую сторону мужская сторона это наша логика хитрость ум рациональное мышление какое-то да выгода в пользу себя мы как мужчина думаем да какой-то даже бизнес стратегии и она сейчас разговаривает заключает договор заключает какую-то сделку с неким мужчиной который повернут к нам эмоциональной стороной левой стороны маминой стороны что говорит о его эмоциональности повышенном каком-то настроении о том что он сейчас очень доволен заключением сделки с еленой то есть на данный момент времени либо в ближайшее время либо несколько дней тому назад елена заключала какую-то сделку била по рукам с каким-то мужчиной и по четверке жертвов она крайне довольна это сделка и кстати женщина облачена у нас в красное что означает какую-то хитрость а какой-то возможно даже подвох мужчина у нас облачен в черное что обозначает что от этой сделки от той сделки которая заключилась ним елена пленовская ему будет как-то не очень хорошо как-то печальненько да ну и сейчас думает вот об этой заключенной сделки когда они били с этим мужчиной по рукам это ее настроение это ее эмоциональный фон по поводу эмоционального фонда все замечательно у нее с настроением то есть она как-то очень хитро смотрит на эту ситуацию не однобоко как-то широко вот мужчина как раз вот как-то вот с одной стороны с эмоциональной стороны она все-таки смотрит вот как и где и выгоднее да как людей рассчитать какую-то выгоду это ее настроение это не кем она является как ты покажите нам пожалуйста кем на самом деле является елена блиновская покажите нам пожалуйста характеристику личности елена кем на самом деле является елена блиновская как ее видит вселенная как ее видят карты как она сама себя преподносит в этом мире кем на самом деле является елена блиновская сама сущность человека да карта выпала шестерка кубков борьба добра и зла внутри меня здесь нас учили что есть что-то светлое а есть что-то темно карту мы видим с вами детскую почему детскую на карте изображены дети кто-то за темную сторону кто-то за дьяволенка да здесь вообще театрализованное представление некий кукольный театр у нас изображен данной этой карте и мы видим темных детей которые за дьяволенка и светлых детей которые соответственно за ангелочка да дети пока не совсем понимают где действительно грань между добром и злом да где светлое где темные какие-то дети потом впоследствии в подростковом возрасте до переходят на темную сторону какие-то дети потом переходят на светлую сторону так вот здесь у человека глубокая какая-то душевная детская травма еще с самого детства а ее не научили этого человека то бишь елена да так как мы сейчас про елену говорим не научили человека различать плохое и хорошее для нее хорошим было плохое плохим было хорошее да это все равно что я не знаю ты взял или украл деньги из кошелька и тебе говорят ничего страшного да дочь ну или сын там да ничего страшного бывает тогда ну поваруши перестанешь да а человек воспринимает окружающую его реальную действительность так что а я взяла деньги из кошелька у мамы там или у папы да 50 рублей ну ничего значит меня за это простили ну отлично замечательно да и по детской карте мы не различаем где добро а где зло и мы можем уже потом впоследствии во взрослом уже возрасте до в юности там я не знаю так зрелости мы даже можем зрел очки да то есть 40 50 это мне важно не различать где мы делаем хорошо где мы делаем плохо даже есть такая сказка даже такую хорошо что такое плохо да и вот здесь как раз хочется сказать не различаю что такое хорошо а что такое плохо ей кажется что вообще все нормально что темное дружит со светлым да что светлое дружит с темным это что можно вот так вот жить нету жить и горе не знать вообще тебе за это ничего не будет то есть здесь такое ощущение что человек имеет некую мани и мани величия где он думает о том что ну все дозволено но я же прошла вот вот этот путь на и мне как-то как будто бы сама вселенная помогает ну и значит так можно но тут дело не во вселенной то дело в том что когда человек перестает понимать где грань между добром и злом тут уже исчезает совесть и соответственно нам помогает не вселенная нам помогает темные сущности для того чтобы мы совершали некие не очень хорошие поступки проступки вернее и вот здесь характеристики личности елена блиновской нет различия между добром и злом здесь некая мания величия когда мне все дозволено мне все позволено я не понимаю где это различие а если я не понимаю то в принципе все в порядке то значит я ничего плохого не делаю совесть моя честа да и совесть моя со мной в принципе никогда и не разговаривает вот об этом здесь речь то есть речь о том что человек немного болен болен психически психологически да и здесь желательно психолога посетить в первую очередь потому что все проблемы откуда из детства всем родом из детства на я это говорю без критики я это говорю мягко сейчас до каждому человеку у кого есть проблемы с детства у кого есть даже такие проблемы когда им было все дозволено это тоже проблема из этого потом вырастает избалованный ребенок который не понимает что такое хорошо что такое плохо даже во взрослом возрасте тем нам вот таким вот деткам которые уже выросли нужен специалист нужен психолог либо психотерапевт вот такая характеристика личности интересно было узнать да вообще в чем феномен блиновский блиновской и что вот за личность такая блиновская да и давайте мы с вами заглянем чуть ранее до того как она занимала занялась вот этими марафонами кем блиновская была до своих марафонов желаний и предпринимательской деятельности карте расскажите нам пожалуйста кем елена блиновская была до своих марафонов желаний и до предпринимательской деятельности кем елена блиновская была до своих марафонов желаний и до своей предпринимательской деятельности опять четверка жезлов вышла у нас все начинания всегда успеха так сейчас расскажу на итак у нас четверка жезлов туз жезлов и башня здесь как раз таки четверка жезлов нам показывает не о заключении договора двух лиц вообще что такое четверка жезлов в понимании безумной луны девушка и мужчина действительно кажется как будто бы заключают договор но дело в том что женщина очень сильно давит на мужчину рационально а мужчина очень сильно давит на женщину эмоционально то бишь ни одна ни другая сторона не могут друг с дружкой нормально примириться о чем это говорит о том что в голове человека в голове елены никак не могут примириться две сущности не могут примириться до сих пор любые ее начинания в прошлом от уз жезлов это начинание из-за того что человек не мог примириться со своей женской мужской стороной то бишь это когда в нас не может примириться мужская женская сторона мы постоянно страдаем меч и сюда это бывает части у воздушных знаков зодиака часто у знаков зодиага с такой а с таким эгом завышенным да это могут быть близнецы это могут быть сливы это могут быть стрельцы иногда да я сама стрелец я знаю о чем говорю иногда вот это наше завышенное эго не может нам дать примирить нашу мужскую женскую сторону у самой себя в голове или у самого себя в голове, да, и мы мечемся. Мы вроде пытаемся поставить цель, но не можем. Ну и как идти к этой цели, если мы не можем её поставить? Вот о чём я говорю. Что было у Елены Бриновской до марафона желаний, до предпринимательской деятельности? Такое ощущение, что она не могла примириться со своей сущностью, и в её голове была куча мыслей, от которых все её начинания, от жезлов это начинания, которые не закончены, незаконченные начинания. Или только-только всё начинается. Почему? Потому что женщина держит дитя на руках, а ребёнок ещё не раскрылся. Он вроде бы родился, он вроде бы не в утробе матери уже находится, но он ещё в гороховом стручке, а значит в зачаточном состоянии. И мать ждёт, когда ребёнок вылупится из этого горохового стручка. Так вот, туз жезлов по безумной лне – это начинания, которые либо ещё в зачаточном состоянии, либо никогда не увенчиваются успехом. Почему? Потому что следующая у нас карта – башня. Из-за того, что нет примирения в своей собственной голове, из-за того, что человек не может сам найти место и мечется от одной цели к другой, все новые начинания не заканчиваются успехом. И вот это её очень сильно беспокоило. Но потом пришла умеренность. Сработала интуиция. И сработала интуиция благодаря кому? Благодаря королеве кубков. Есть рядышком с Еленой некая королева кубков. Королева кубков – женщина средних лет, либо может быть чуть постарше, имеющая какое-то положение в обществе. Почему? Потому как она одета у нас в злато-богатый, фиолетовый, бирюзовый цвет, олицетворяет в безумной лне, да и вообще в картах Таро – богатство. И она пришла к Елене с неким предложением. Это было до марафона желаний. Ну и, соответственно, наверное, перед тем, как она вот начала как раз-таки, да, вот этот марафон желаний, предпринимательскую деятельность. До этого у Елены ничего не складывалось нормально. Заканчивалось всегда всю башню. Почему? Потому что человек сам у себя в голове не мог примириться. Ну как человек, ну я немножко не понимаю, как он ведет сейчас тренинги, если сама у себя в голове, она не могла ничего решить. Путаница в голове, да, у человека. И так вот, настала умеренность. После того, как пришла королева кубков. Королева кубков – женщина, которая преподнесла какой-то некий подарок свыше. Даже, да, можно так сказать. Почему подарок свыше? Ну какой-то нехороший подарок свыше, да, по правосудию. Правосудие здесь нехорошее, правосудие здесь злое, правосудие здесь коррупционное. И вот по такому злому, плохому договору, какой-то темный договор, темная какая-то личность, вот эта королева кубков плясала вот от этой темной личности. То есть, либо здесь две личности, две темные фигуры, да, либо одна королева кубков предложила Елене не очень хороший договор, на что Елена согласилась, и наступила умеренность. Елена стала ждать. Ждать, пока созреют и плоды, и успеха. Умеренность вообще в широком смысле этого слова – это интуитивная девушка, состоящая абсолютно вся из голубого цвета. Что такое голубой цвет? Безумно умнее вообще в картах Таро. Это интуиция, широко развитая, доходящая до каких-то магических и эзотерических способностей. Девушка твердая стоит на своих ногах, потому что за спиной ее каменные крылья, она не может никуда улететь, хотя эмоции ее переполняют. Эта девушка очень эмоциональная, точно такая же эмоциональная, как Елена. Здесь либо огненный знак зодиака, либо здесь, говорю же, близнецы, либо лев, вот что-то такое яркое. Но здесь еще могут проходить девы, которые очень любят деньги. Девы – такие женщины, которые прям любят денежки, любят денежкам счет. Вот здесь вот такие три знака зодиака могут проходить. И вот умеренность здесь переливает из пустого порожня и ждет, когда же королева кубков скажет ей, ну все, можно действовать. По нечестному правосудию. Нечестное правосудие – это заключение договора с некими темными силами, либо темными сущностями. Королева кубков здесь у нас тоже далеко не святая девча, она вся черная. Почему королева кубков вся черная? Королева кубков безумолния – искусительница. богатая, знатная дама, искусительница, которая предлагает какую-то чертовщинку людям, то есть предлагает какой-то договор с какой-то чертовщинкой, с какой-то червоточинкой, я бы даже сказала. И здесь договор поступил от некой королевы кубков, возможно, это женщина. Вот она, в знаке зодиака, которая как раз-таки ввела Елену в некоторую умеренность, успокоила ее, сказала, сейчас у тебя все получится. И Елена стала умеренной, Елена стала интуитивной, и, возможно, даже стала обладать некоторыми эжотерическими, магическими способностями. Это когда мы перед человеком впадаем в транс, или человек вводит нас в транс, какие-то гипнотические, может быть, даже способности у человека развились. Почему? Потому что умеренность на карте переливает из пустого в порожную. А это такой очень гипнотический ритуал, который завораживает, и люди смотрят на него с восхищением, и даже немножко гипнотизируют она вот этим. То есть она стала умеренной, она стала спокойной после всех неудачных начинаний в своей жизни, которые никак не увенчивались успехом. Елена стала спокойной после разговора с некой королевой кубков, которая предложила ей взамен то, что она подпишет с ней некий темный договор, какой-то дар. Дар, возможно, убеждение людей на тренингах и так далее. Но, то есть она заключила здесь договор, и договор, конечно же, у нас с темными сущностями. У нас просто так, так много и резко денег не бывает у простого человека. Возможно, и бывает, конечно, но не у медийного человека. Вот скажем так, давайте прямо откровенно на чистоту. У медийного человека всегда что-то вот связанное с каким-то оккультизмом. Является ли Блиновская самостоятельным проектом или за ней кто-то стоит для каких-то целей? Ну, мы уже увидели, что некая королева кубков заключила с ней договор. Сейчас посмотрим пошире. Может быть, карты нам что-то еще покажут. Является ли Елена Блиновская самостоятельным проектом или за ней кто-то стоит для каких-то целей? Является ли Елена Блиновская Это я сама уронила, дорогие мои. Это не карты упали, это я сама так помешала. Является ли Елена Блиновская самостоятельным проектом? А, вот это уже карта упала. Или за ней кто-то стоит для каких-то целей? Является ли Елена Блиновская самостоятельным проектом или кто-то за ней стоит для каких-то целей? Ну, конечно, здесь договор. Опять у нас договор идет с дьяволом, с темной сущностью. Договор со смертью. Выпьешь со смертью на бродершафт, закрепишь договор кровью. Шахматная доска у нас говорит о масонах, о сатанистах, об этом культе. И о очень хитрых и мудрых игроках на шахматном поле, то бишь на поле человеческом. И Елена тут заключает договор с некой темной сущностью, с самой смертью даже, можно сказать. После чего она становится моральным инвалидом. Я извиняюсь за слово инвалид. Но почему здесь моральный инвалид? Человек, не принадлежащий сам себе, зарабатывающий деньги и пляшущий под дудку тех, кто заключил с ней договор. Здесь цыганка пляшет на честную публику и зарабатывает, соответственно, для себя денежки и для тех людей, которые, соответственно, заключились в неопределенный договор. Ну, после чего сама Елена поняла, что она срывала куш, и тут жадность сыграла свою. Возможно, с кем-то не поделилась, возможно, еще что-то. Но мы сейчас посмотрим. И даже на кого-то обиделась по королеве мечей. Королева Жезлов на кого-то обиделась по королеве мечей. Сейчас объясню вам карты. Смотрите, королева Жезлов. Тут такое ощущение, что сама Елена. Тут такое ощущение, что либо Овин, либо Лев. Но, скорее всего, Лев. Почему? Потому что здесь вот такое что-то огненное, феминистка. Я сама, я все сама, я все сама умею, я все сама знаю, я все сама могу. Вот здесь какая-то такая энергетика от нее идет. И энергетика какой-то обиды. Причем королева мечей – это женщина, обиженная кем-то в детстве, с детства. И я тыкну вас вот этим вот мечом, потыкаю вас этим мечом, и пусть с вас капает кровь, потому что кто-то когда-то обидел очень сильно меня. Понимаете, вот есть такие люди, как раз-таки с манией величия, с расстройством психики. Обычно таких людей заманивают темные силы, потому как у них как раз-таки вот они не умеют думать своей головой. И здесь королева Жезлов. Скорее всего, скорее всего, но не говорю то, что знак диакогненный, но, возможно, огненный. Либо Лев, либо Овин. Но здесь скорее вот Лев, такие люди, которые, вы знаете, я все сама, я все сама знаю, я тут все сама умею, я тут самая умная, самая сильная. И вот эти карты стояли параллельно друг к другу. Это одна и та же женщина. Вторая это королева мечей. Королева мечей это вообще женщина, обиженная с детства, глубоко обиженная, глубоко задета. И я буду вас вот этим мечом пронзать, точно так же, как меня когда-то в детстве обидели. Вот я обижу весь свет, целый мир, и вы увидите, вы узнаете, кто такая королева Жезлов. Вот здесь вот об этом говорится, да? И назло всем, я заключу договор с вот этими темными силами и стану вот таким вот моральным, извините еще раз за слово, инвалидом, который будет приносить им и себе денежки, плясать на честную публику, то есть что-то рассказывать, да? Она вот вела тренинги, ведет тренинги, да? Что-то рассказывать, что-то говорить. Как-то увлекать людей для того, чтобы они приносили мне свои деньги, а денежки я люблю. Все, посмотрите, какая жадная, да? По четверке Пентакли. Тут человека уводят смерть в ад, но все равно человек со своими денежками не может расстаться. Хочется, человек уже богатый, человеку уже денег не надо, и он вообще уже умирать собрался, да? То есть здесь вот любовь до гроба, не расстанусь до гроба со своими деньгами. Все потому, что я отчаянная королева Жезлов, я делаю как хочу, и вообще меня все обидели в детстве, да? По королеве мечей. Я тут обиделась и вас тоже обижу, что вы мне свои денежки приносили, а денежки я люблю. Соответственно, кем является Елена Блиновская, самостоятельной личностью или чьим-то проектом? Проектом, который заключил договор с темными оккультными силами. И это видно по двойке кубков. Ну и, соответственно, у нас как бы масоны, да? Станисты, называйте, как хотите, по шахматной доске. Всегда, когда выходит шахматная доска, это либо сильный, просто умный игрок какой-то, да? Либо это в случае с двойкой кубкой, кубков заключения договора с самой смертью. Для чего сейчас пиарят арест Блиновской? Мне вот интересно, да? Ее же все-таки заключили подарить и везде вот ее пиарят сейчас. Не сходят с экранов телевизоров, там, я не знаю, в интернете, да, везде она, то, что она там собиралась скрыться, да, то, что она там ехала якобы на арендованном Айбахе, да, в таком вот странном виде, да, то есть, ну, как бы в тапочках, там, я не знаю, в чем она была, да? А для чего сейчас пиарят арест Блиновской? Для чего сейчас пиарят арест Блиновской? Для чего сейчас пиарят? Ну, как мы и предполагали, собственно говоря. Тут это королева кубков вышла, да? Я поняла. Смотрите, здесь вышел страшный суд, пятерка Пентакли и семерка Пентакли. Ну, это первые три карты рассказываю. Тут по карме, по страшному суду. Ну, тут не совсем карма вышла, да, тут высший суд. Высший суд с тем, с кем она заключила свой договор. Здесь темный суд. Темный суд, который призывает расплачиваться за свои грехи. Или расплачиваться за тот договор. Это как бы у нас продолжение вот тех карт, которые мы сейчас вытянули, да? Страшный суд призывает расплачиваться за своими грехами. Потому что по пятерке Пентакли ты должна пережить публичное унижение. Пятерка Пентакли – это унижение, публичное человека, голого человека, который ходит по городу абсолютно обнаженный, лысый. На него смотрят, на него смотрят глаза со всех сторон. А он абсолютно голый, обнаженный. Плюс ко всему у него еще и глаз один прикрыт, да? Опять вот эти вот оккультные масонские штучки, да? По пятерке Пентакли, по страшному суду, коли уж ты заключила договор, время пришло, по семерке Пентакли, время пришло, когда ты взамен денег отдашь тоже немножечко своей крови. Понимаете, да, о чем речь? Потому что королева кубков не дремлет, королева кубков ждет. Здесь королева кубков – это как какая-то вот действительно королева вот в их обществе, да? Вот в их темном, каком-то оккультном обществе. Это некая королева кубков, которая как раз-таки предложила, либо через которую приходят все предложения вот для таких вот людей, да, публичных. Здесь обряд публичного унижения по страшному суду из-за того, что произошло заключение договора с некими сущностями, с некими высшими силами, да, которые стоят где-то высоко, которых мы не видим, которых мы не знаем. Публичное унижение обозначает пятерочку Пентакли, и семерка Пентакли говорит о том, что время пришло расплачиваться за Пентаклики, которые ты получила, для того, чтобы ты перешла в новую жизнь. Десятка мечей – это переход в новую жизнь, переход в туз жезлов, в новые начинания, понимаете? Сейчас она пойдет куда-то вверх, скакнет куда-то вверх, либо ее популярность, либо она станет еще более раскручиваться. То есть вот вы сами увидите, да, вот буквально сейчас немножечко времени пройдет, она будет выше. Никто ее не арестует. Посадят ли Блиновскую? У меня был такой вопрос. Сразу говорю, вам не посадят. Обряд публичного унижения предусматривает то, что человек идет дальше, выше, и ему еще больше денег, да, будет как-то скидывать, там, я не знаю, на карту, да, платить. Мне интересно только, почему люди верят, да, как бы в это во всем. Оно не суть. для чего сейчас пиарит арест Блиновской? Это не пиар, это обряд публичного унижения для того, чтобы вот человека, там, я не знаю, в домашних тапках, с грязными волосами, с пучком там, да, на голове, я не знаю, в чем она там была. Ну, вот, соответственно, по договору страшного суда, который она заключила с той самой королевой кубков, по пятерке Пентакли она должна появиться в непригожем виде перед людьми, которые на нее глазеют. И по семерке Пентакли, ну, давай уже быстрее, время-то пришло для того, чтобы уходить в новую жизнь по десяточке мечей, десятка второй, это всегда переход во что-то новое, либо в светлое, либо в темное. Тут Жезлов показывает, что переход к новому началу, что-то новое ее ожидает, что-то новое, либо Блиновская что-то новое затеет, либо Блиновская вообще, я не знаю, у нас окажется, может быть, в депутатах государственной думы, что будет абсолютно неудивительно для меня. Ну, то есть, для чего пиарить, для того, чтобы произошел обряд публичного унижения. Действительно ли Блиновская так богата, как говорят? Действительно ли Елена Блиновская так богата? как говорят? Действительно ли Елена Блиновская так богата, как говорят? Нет. Я хочу сказать, знаете что? Я хочу сказать, что здесь далеко не все деньги принадлежат ей. Здесь деньги принадлежат по большей части некому королю Жезлов, который имеет огромное влияние либо в этой стране, либо в этом мире. здесь показывает страна, да, все-таки, да. Огромное влияние разрушающее, которое он оказывает, разрушающий на эту страну, он имеет. И он имеет всех этих людей, творческих личностей каких-то, да, кто замешан в шоу-бизнесе, да, кто... Здесь показаны люди творческие, из шоу-бизнеса, там, я не знаю, тренинг-менеджеры, все же, как Блиновская, да, предприниматели, все крупные деятели, бизнесмены, по рыцарю кубков, одетые в броню и невозможно выразить свои эмоции. Рыцарь кубков это человек, который одет в лады, одет в броню и не имеет права на свое мнение. Он вроде бы идет с кубком, полным эмоций, полным любви, полным чувств, каких-то слов, которые он хочет выразить, но не имеет права выразить их. У него даже ног своих нет, он как конек-горбунек, куда его поведут, туда он и покатит. Так вот, все эти люди в шоу-бизнесе разрушают свои жизни, после чего наступает грусть, апатия, да, тоска, возможно, они начинают пить, там, и так далее, и тому подобное, да, и у них есть какие-то, даже какой-то запрет на определенный выход из дома, то есть такое ощущение, как будто они выходят из дома, там, в определенные часы, там, да, когда им скажут, когда им укажут, и все по велению некого короля жезла. Этот король жезлов оказывает огромное, разрушающее влияние либо на эту страну, либо на стезю вот этого шоу-бизнеса, то есть это некий король, король, за которым идет вся вот эта свита, за которым идет вся вот эта творческая толпа, которая не имеет права выражать свои чувства, свои эмоции. и у этого короля половина вот этих денег, всех, что имеют вот все эти люди в шоу-бизнесе, я хочу вам сказать, то есть все эти люди, которые есть в шоу-бизнесе, которые заключают договор с некими темными силами, и половина не имеют того, что нам рассказывают. Большую половину их имеет тот король, который заключает с ним вот эти определенные договора. Это только у тех людей, которые заключают эти договора с темными сущностями. И они не могут в определенное время выйти из дома тогда, когда они хотят. Либо не могут выйти из дома, либо здесь по восьмерке меча еще говорится о том, что живут в каких-то постоянных страхах. Их постоянно окружают какие-то кошмарные сны, даже какие-то кошмарные сны наяву, да, бывают такие. Их потом захватывает тоска, апатия, они начинают пить, либо принимают какие-то незаконные, употребляют какие-то запрещенные вещества, и их жизнь начинает рушиться. Так вот, этот король жезлов, скорее всего, огненного знака зубзяка, оказывает какое-то беспощадное. Тут либо огненный знак зубзяка, либо, знаете, по королю жезлов земной знак зубзяка, такой как будто бы спокойный, убаюкивающий, такой как папочка, который ведет за собой всех своих подданных, подчиненных, я не знаю, как их назвать, да. И вот все эти подданные, подчиненные с миротворчества, которые не могут выразить своих эмоций. И вот он оказывает некое разрушающее действие, вот скорее всего не на страну, а вот на это вот, на эти творческие личности, которые не имеют и половины того, что они якобы, в кавычках, заслужили. Все они несут к своему папочке, к своему королю жезлов. Здесь вот об этом говорится. Здесь идет речь о неком подношении, как вот, знаете, подношение дьяволу бывает. Вот я тебе принес там, я не знаю, молодого барашка, только не убивай. Я тебе там принес свое самое красивое, принесла свое самое красивое, дорогое платье, и только не бей, только не убивай. Вот здесь как об этом говорится, как обряд жертвоприношения, как обряд подаяния вот этих самых денег. Как таковых у Блиновской столько денег, конкретно у нее лично, у нее нет. И, возможно, ей бы даже в этой стране распоряжаться этими деньгами, если бы они у нее были в таком количестве, ей бы, возможно, даже и не позволили. Всегда кому-то эти деньги необходимы, кому-то другому, кому-то более влиятельному. И я сама лично никогда не поверю, что какая-то просто женщина владеет огромным состоянием, и наше государство, те люди, которые выше, да, вот эта Елена Блиновская, они смотрят на это просто-просто, и как бы, ладно, хорошо, отдала 1 миллиард налогов, выживи дальше спокойно, обманывай дальше людей, да, такого не бывает. Тем более, если человека не посадили и не собираются сажать. Тут речь говорится о каком-то подношении к какому-то человеку, к какому-то мужчине, который оказывает некие разрушающие действия на вот эту вот всю систему в целом, да, рушит жизни молодых людей, которые потом впадают в тоску, в депрессию, в апатию, заканчивают либо алкоголем, либо какие-то кошмарные сни им снятся в связи с заключением этих самых договоров темных. Ну, посадить ли Блиновскую? Это точно нет, мы не будем смотреть, да? Будущее Блиновской. Будущее Елены Блиновской. Покажите нам будущее. Елены Блиновской. Карты покажите нам будущее. Елены Блиновской. Будущее давайте до конца 2023 года. Покажите нам будущее. До 2023 года Елены Блиновской. Я же говорю, ну, дорогие мои, тут новое перезаключение договора и уход в новую жизнь. Повешенный дьявол. Сейчас она повисит пока. Ей такое ощущение, как будто бы что-то сейчас запретили на какое-то короткое время. Повешенные говорят о том, что вот, ну, чуть-чуть времени пройдет, я тут немножко повешу, ну, и дальше, собственно говоря, перейду вот в свои вот эти вот дьявольские вот эти вот тренинги и так далее, собственно говоря, начну заниматься опять вот всякой вот этой ерундой по дьяволу, да, по 15-му аркану. Но начну я все с нуля. Такое ощущение, как будто она перейдет во что-то нечто новое, как перезаключение вот этого дьявольского договора после того, как ей сейчас вот, как такое ощущение, как будто наложили на что-то ей сейчас запрет. Но потом с новой силой, новый договор по дьяволу перерастет в новый договор, в дурака, в совершенно какой-то новый, какое-то обнуление с ней произойдет. И она по магу, по первому старшему аркану, опять начинает заниматься той деятельностью, которой она вообще на самом деле не сопричастна. Здесь маг показывает народу то, что он умеет и с жезлами обращаться, и с пентаклями, и с кубками, и с мечами. На самом деле маг, посмотрите на его настороженное лицо, ничего-то и не умеет. Здесь маг не умеха. Он показывает и то, и сё, и пятое, и десятое, и я могу, и так, и сяк. Ну, то есть как на публику играет, понимаете, но толком ничего делать не умеет. Так вот Елена перезаключит договор с темными силами, и обряд публичного унижения закончится, и она перейдет в нулевой аркан дурака, в зеро. То есть она пережила этот обряд публичного унижения, будет новое заключение нового договора, где она займется чем-то новым, еще более каким-то масштабным проектом, в котором она тоже особо ничего не смыслит, поверьте мне. Поэтому все, кто будет скидывать деньги Елене Блиновской, ну, дорогие мои, не сходите с ума, да. И здесь, соответственно, в будущем, да, по двойке мечей и по десятке пентаклей такое ощущение, что ей будет не очень хорошо. Почему? Потому что вот, опять-таки, с детства, да, у нас идет черное и белое, да, что мне выбрать? То есть черное или белое, в нас побеждает тот волк, которого мы больше кормим. Злой волк, черный волк или добрый волк, белый волк, да, есть такая притча, я не помню, кто написал, откуда она. Но в нас побеждает именно тот волк, которого мы больше кормим. И вот она не знает, ей вроде и совестно, она вроде и, блин, ну что же делать, ну что же делать? Но победит все-таки договор, да, с темными силами, здесь десятка пентаклей, опять-таки масоны, да, шум как масонам, к сатанистам, заключение нового договора с темными силами, после которого она предстанет перед нами, вот увидите, в новом свете, в новом амплуа, в том амплуа, который она снова не знает, не умеет, там, я не знаю, может, напишет какую-то еще новую книгу, да, какой-то новый марафон, возможно, откроет, какой-то грандиозный, такой же грандиозный, как был марафон желаний. Вот это перезаключение договора с темными силами после повешенного, после того, как, ага, все, она делалась, там, каким-то легким типа арестом, да, какой-то легкий запрет ей на что-то наложили, я не знаю, что это за запрет, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. И после этого она перезаключает договор с темными силами, становится магом, тем человеком, который показывает на публику, что она умеет все, но на самом деле не может ничего. В ней борются совесть и страхи, но все равно побеждает, побеждает дружба, хочется сказать, но побеждает дьявольский договор. Это, собственно говоря, до конца 2023 года, вы еще услышите о Елене Блиновской, много нового и интересного, это будет какой-то новый колоссальный проект по вымоганию чужих денег. Вот, а для чего это нужно темным силам, для чего это нужно людям, которые заключают договор с людьми шоу-бизнеса и вот с такими крупными предпринимателями, как Елена Блиновская, для того, чтобы, естественно, иметь свой процент, да, пентаклики, все нужны, как говорится, всем нужны. Расскажите мне, что вы думаете об этом видео, расскажите мне в комментариях, что вы думаете о Елене Блиновской, а мы с вами на сегодня заканчиваем, и я вас очень люблю, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok